Всем привет дорогие друзья, с вами Колт и в этом видео я расскажу вам о последних новостях, связанных с MMORPG New World. Итак, на повестке дня у нас перенос даты релиза, грандиозные раскопки датамайнеров, игровая подписка и завышенное значение блогеров. Ну а перед тем, как мы перейдем к детальному разбору всех новостей, я бы хотел вас попросить поставить лайк под видео, подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить выход новых видео по нашей любимой игре. Ну и погнали к новостям. Да, Веча стало известно, что разработчики решили отложить выход игры еще на месяц. Благодаря вашей поддержке New World стала одной из самых популярных игр, не выходя из бета-теста. Ваша страсть и энтузиазм радуют нас и мотивируют на продолжение работы, поэтому решение перенести игру было для нас непростым. Мы знаем, что уже не в первый раз меняем дату выхода, но это нужно, чтобы улучшить качество игры. Мы понимаем, что многих расстроит сообщение о переносе, однако на старте мы обязаны выпустить проект наилучшего качества. Очередная дата релиза намечена на 28 сентября, но что-то мне подсказывает, что она вполне может быть неокончательной. В любом случае, это скорее хорошая новость, чем плохая. Разработчики увидели количество сломанных механик и багов, и будем надеяться, что они успеют исправить хотя бы самые ужасные, наподобие дюпов и подмены пакетов. Лично я еще не успел взять отпуск на начало сентября и буду ждать до последнего, но в моем кругу общения есть люди, которые готовы пойти бить окна игровому офису Амазона. Датамайнеры откапывают самородки. На реддите появляется все больше тем с невыпущенным контентом из игры. Из самого интересного, у нас есть уже готовый спрайт мини-карты, которая вполне может появиться в игре. Довольно много новых сетов, расплывчивое изображение полной карты игры, новая игровая локация, сведения о ценах на донат, 6 новых экспедиций, пвп арены, турниры, данжи с мутациями и аж 6 новых типов оружия. Но обо всем по порядку. Те, кто активно следили за игрой и принимали участие в закрытой альфе, уже говорили, что на ЗБТ нам дали довольно странную версию клиента. Якобы тут и оптимизация хуже, и в пвп расинхрон сильнее, чем был на альфе. Но тут стало известно, что у разработчиков в рукаве есть аж целых 4 готовых к игре локации, которые они не включили в тестовый клиент. А один из игроков поделился геймплеем из уже готовой локации, которая была на ЗБТ, но ее почему-то не отобразили на карте. Она предназначена для игроков 60 уровня, а в ней нас будут ожидать новые ресурсы и новая экспедиция с 9 богами из египетской мифологии. Кстати, об экспедициях. Датамайнерам также удалось обнаружить информацию о 6 новых подземельях и локациях, в которых они будут находиться. Максимальный уровень одной из экспедиций составляет аж 65, так что либо она будет довольно хардкорной, либо в будущем нас будет ожидать повышение максимального уровня персонажа. Кстати, еще нашли информацию о новых режимах подземелья, Dungeon Mutation. Сразу хочется провести параллели с аффиксами из Вова, но пока что никакой подробной информации нет. Зато, кроме нового режима подземелий, также нашлась информация о PvP-аренах и турнирах. Опять же, никаких деталей пока нет, но было бы очень неплохо видеть те же арены 1х1, 2х2 и так далее с рейтинговой системой, а например в конце сезона проводить турнир между лучшими игроками. Но время покажет как это будет. А еще в файлах игры нашли упоминания о новых типах оружия. Среди них воет перчатка, посох земли, кинжал, одноручная и двуручная дубина, пика, двуручный меч и пистолет. Вполне вероятно, что большинство типов оружия так и не будут введены в игру, однако у той же перчатки присутствует даже описание скиллов, а у пистолета уже был тизер. Но кроме упоминания различных типов оружия, в клиенте игры также нашли довольно много моделей разной невыпущенной брони. Большинство сетов будут доставаться либо из игрового магазина, либо из твич дропов. Но не стоит забывать о новых экспедициях, так что вполне возможно, что какие-то вещи мы будем получать оттуда. Ну а самой интересной находкой можно считать упоминания платной игровой подписки в стиме. Не то чтобы мы ее не ждали, но не хотелось бы видеть даже упоминания о ней хотя бы в течении года после релиза. Ну и не факт, что она действительно будет влиять на баланс, хотя такой исход прям минимальный. В любом случае, стоит готовиться к очередному Амазон Прайму. Но кроме него, также стала известна примерная стоимость донатской валюты. Одна тысяча монет фортуны примерно равна одному доллару. И если проецировать все это на цены с беты, то получается не так уж и дорого. Особенно если Амазон не поскупится и введет региональные цены на донат. Ну и в последнем пункте у нас скорее не новость, а мои личные рассуждения. Как мне кажется, разработчики довольно сильно идут на поводу аудитории, которая сама не знает чего хочет. То нам подавай фри пвп, то надоела эта система, давайте ее выключать. А вот теперь давайте изменим другую систему. Да ничего, пофиг, что не будет работать третья. Мы так хотим. В итоге на бете у нас получается Франкенштейн, в котором разработчикам придется еще многое допиливать напильником. И на фоне всего этого появляется куча блогеров, которые естественно прекрасно разбираются в игровой индустрии и намного лучше вас знают во что вам играть. А Амазон настолько толерантная компания, которая гонится за хайптрейном, что точно не пропустят очередное высказывание Осман Голда мимо себя. Даже не посмотрев, что этот стример всю жизнь играет в WoW и только недавно открыл для себя финалку. Так что страшно мне за проект. Очень не хочется, чтобы ради угоды всем он потерял свою индивидуальность и узнаваемость. Ну а на этом выпуск подошел к концу. Согласитесь, пусть новостей было не так уж и много, но они довольно интересные и очень значимы. Чего стоит хотя бы новая перчатка, которая вполне может появиться в игре уже на релизе. Обязательно напишите в комментариях, какое из найденных оружий вы ждете больше всего. Ну а с вами как всегда был Колд, всем спасибо за просмотр и увидимся на просторах Этернума.